Меня первый раз взяли летом на карася с лодки. И вот поймал я там много карасей, и потом всю ночь мне караси снились. Я кричал «Караси! Караси!». Максим Заднепрянский, как и многие участники этого фестиваля, рыбачит с детства. На ледовое побоище он приехал вместе с отцом, который пристрастил его к рыбалке. Два года назад Максим решил стать рыбаком-спортсменом. От любителей они отличаются снаряжением и сноровкой. Когда лед только встает, можно поймать сорожку покрупнее, подлещика, окунь покрупнее проклевывается. Так, в основном, да, такая мелочь. Да и соревнования проводят в таких местах, где много мелкой рыбы, чтобы все могли поймать. Ледовое побоище – традиционный чемпионат республики по подледной рыбалке. Соревнования проходят два этапа. В первом принимают участие все рыбаки, от мала до велика. У каждого своя номинация. Спортсмена, их 15 человек, оцениваются отдельно. После контрольного взвешивания участники, которые поймают наибольшее количество рыбы, выходят в финал. В первую очередь, это не столько спортивные мероприятия, как фестивальный формат. Это общение с друзьями, то есть многие приезжают с семьями, с детьми. Формат такой, что воспитать людей в бережном отношении к природе и правильной рыбалке. Мне нравится солнце, весна. Вот хоть и врали, уже погода весенняя. Во-во-во-во-во-во. Давай-давай-давай. Оп-у-у. Самое главное – терпение. Мне нравится сидеть и ловить рыбу. Интересно, как будто ты ловушку устраиваешь для рыбы. Рыбаки говорят, что окунь любят, когда его ищут. Поэтому они постоянно перемещаются по территории пруда и бурят новые лунки. От места тоже зависит многое. У каждого рыбака свои секреты. Самое главное в этом деле – это, конечно же, мастерство, но и везение. Не помешает и повторять – ловись, рыбка, большая и маленькая. Когда рыба начинает сунуть удочку, эмоции непередаваемые. Главное – не упустить нужный момент. И вот добыча у нас в руках. Участники фестиваля «Ледовое побоище» собрали около 40 килограммов окуней. Из нее приготовили уху. У кого рыбалку не удалось в этот раз – не расстраиваются, а готовятся наверстать упущенное на летнем фестивале. Алина Гребешкова, Павел Сагитов, городской телеканал ЮТВ.